МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, он был очень солидно одет. Ну, и, естественно, ухаживал очень красиво. Дорогие рестораны, подарки. Через полгода после знакомства Харальд сделал Яне предложение, и она, не раздумывая, покинула родную страну и уехала к любимому в Швейцарию. Но жизнь с немецким мужем-миллионером оказалась далеко не сказочной. Он бил в живот в то время, когда я носила его ребенка под своим сердцем. Он не щадил, я не знала спасения в этот момент. Яна сбежала домой в Россию и вынуждена скрываться от богатого мужа, который угрожает забрать себе их общего ребенка. Я заберу свою дочку в Швейцарию. Я не хочу, чтобы она росла здесь в нищете. Сегодня мы попытаемся понять, кто должен воспитывать маленькую Шарлотт-Марию. Родная мать из провинции или отец-миллионер из Швейцарии? Яна Карг сегодня в нашей студии. Она готова рассказать, почему бросила миллионера в Швейцарии и бежала в Россию. И сейчас скрывается с дочерью здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы пришли за помощью. Расскажите, что произошло в вашей жизни. В моей жизни произошла трагическая ситуация. Сейчас я борюсь за своего ребенка. Я борюсь за то, чтобы его отец не вывез ребенка без моего согласия за границу, так как в воспитании ребенка он не принимал никакого участия. Он не дарил подарков, не дарил одежды, не дарил игрушек. Неоднократно он избивал и меня, и мою мать, и ребенка. То есть вы боитесь, что в любую секунду он может появиться в вашем городе, забрать девочку и уехать в Швейцарию? А он это делает каждый месяц. Он каждый месяц приезжает, он меня караулит возле дома, он нанимает каких-то людей. То есть я вынуждена была продать квартиру, я вынуждена была уехать в совершенно другой город. Ребенок со мной благодаря тому, что я просто уехала. Я скрываю даже от близких родственников, где мы находимся. Ну вот сейчас мы видим фотографии, да, вроде бы вот если смотреть на эти картинки, то все выглядит очень даже красиво, да. Стриженный швейцарский газон, да, папа миллионер. У меня есть переписка официальная с швейцарскими социальными службами, в которых они поясняют, что он получает пособие, то есть он живет на пособии. А каких-то миллионах, ну это, наверное, его личная история, вот, этих миллионов я лично не видела. Мне никаких подарков он не дарил, ни свадебных, ни после свадьбы ребенка. Где была свадьба? Свадьба была? Ну, свадьба была, свадьба была в Швейцарии. На свадьбе не было никого, были только двое свидетелей, с моей стороны и с его стороны. Как вы познакомились с ним, как вы встретили его? Я размещала анкету на сайте знакомств посредством моей подруги, вот, так как у меня не было времени искать потенциального мужа, то есть я занималась... Смотрите, как зал возбудился на сайте знакомств. Все там, все на этих сайтах под чужими именами, прямо... Так, и вы знакомитесь в интернете и встречаетесь... Да, буквально переписки никакой не было, человек сразу позвонил, то есть он был обаятельным, настоящим джентльменом, он знал, что сказать даме, да. Вот, и да, то есть я... То есть даже на период ухаживания, да, никакого цветка, никакого кольца, никакого платья... Абсолютно никакого. ...вмивания на Виа Монте Наполеона, ничего этого не было? Да вы что, о чем вы говорите? Тогда почему, если он такой скупой и ужасный, вы решили за него выйти замуж или в Ставрополе было уже невозможно, грустно, уныло? Да ну что, у меня была абсолютно превосходная жизнь в Ставрополе, я не ходила за него ради его миллионов, никто не говорит, что его деньги должны стать моими. Я хотела семьи, то есть годы шли, я хотела семьи, я хотела ребенка. Мне все равно было, где жить, в Ставрополе или в Швейцарии или в Дубай. Нет, ну понятно Амину, да, влюбилась в простого парня на вилле, даже не знает, есть у него что или нет, да, но вот, скажем так, в ее чувства понятны. Проверить сложно, можно говорить что угодно, но вы-то могли же посмотреть, что у него есть и есть ли у него... Я не могла этого проверить. Ну машина, подъезжает на какой машине? Вот единственное, что я знала, у него есть машина, да, это был Порш, и все. О его счетах я не могу знать, это конфиденциальная информация, как я могу это проверить. На мой вопрос, что ты имеешь, он говорил, я мультимиллионер. В итоге оказалось, что... Зачем пошла? Ну не за деньги, это уж точно. На ваш... Девочки, не завидуйте, ладно, давайте, ну... На ваш вопрос, он говорит, я... Или вы его спрашиваете, ты мультимиллионер, а он говорит, что или как? Я его не спрашиваю, просто с течения обстоятельств, я говорю, а что, у тебя нет никакой недвижимости? Он говорит, да, у меня есть недвижимость. Вот, в итоге выясняется, что у него нет никакой недвижимости. То есть он снимает квартиру с текущим потолком, с какими-то прогнившими полами, с... абсолютно, ну, разбито. То есть это не было никакого испытания, знаешь, как здесь есть один миллионер, он, правда, сейчас скрывается и за границей живет, так он спускается в метро и там знакомится, чтобы все думали, что он простой парень, да, и с ним не знакомится из-за того, что он ездит там на Бентли и все. Ну, то есть он в возрасте, он был женат? Нет. То есть ни разу женат не был? Нет. Ему лет сорок... Девять. Девять. До сорока девяти лет ни разу не был женат, почему? Спросите его, почему он не был женат. Он искал идеал женщины, видимо, нашел этот идеал во мне. Нет, ну, а что вы в нем нашли, мне вот интересно. Тогда спрошу в личных отношениях, все было хорошо? Все было хорошо до тех пор, пока я не стала фрау Кар. Амин, какой у вас вопрос? Про русский. Не, ну что она в нем нашла тогда, раз она говорит, что вот они познакомились, да, ничего у него нет, денег у него нет, и вот вы влюбились вот в него? Я хотела семьи, я хотела ребенка. Видимо, исчерпали вы возможность по молодости найти себе друга, я так понимаю. У меня не было этой возможности. Минутку, вам родители, видимо, не привили одно, что с Милым и Рай в шалаше. Вам не привили этого главного. Поэтому, поэтому, второй вопрос. Тогда, когда ребенок, ребенок родился, свидетельство в метриках, что написано? Он гражданин какой страны, ребенок? Ребенок был рожден в России, и она имеет российское гражданство. Но тогда побороться надо за девочку. Давайте послушаем, как вы убегали из сытой Швейцарии. Когда я была на восьмом месяце беременности, он меня избил до такой степени, что я была под риском потерять ребенка. У меня началось кровотечение, вызвать скорую он отказывался. Я смогла в этот день добраться до сейфа, в котором он держал мои документы. Какими-то правдами и неправдами мне удалось подобрать код к сейфу, вытащить из него мой паспорт. И под предлогом того, что я ухожу в магазин, я просто вылетела из номера, вот в чем я была, в майке, на восьмом месяце беременности. Я мчалась в такси, который буквально я уговаривала, чтобы меня довезли на мои последние деньги, которые у меня лежали в кошельке. По ходу всего я приобрела билет и выключила телефон. Я сидела, тряслась, ждала рейса, и я молила Бога, чтобы он не объявился в аэропорту и не снял меня с рейса. Единственным моим спасением было сбежать к моей небогатой маме от этого зверя, миллионера. Я вернулась в Россию, я молю сограждан моей страны помочь мне защитить моего единственного ребенка от этого зверя. Максим, но если девушка действительно кричит сигнал СОС, если она рассказывает эти вещи, это правда, что он изверг и издевается, и хочет выкрасть ребенка, и каждый месяц приезжает и устраивает ей вот этот ужас? Может быть действительно как-то, не знаю, топлист его? Однозначно надо помогать, и я как член общественной палаты возьму это дело под контроль, Яна. Мы будем вам помогать. Влад, а для вас это любовь вообще, вот вы слушаете историю Яны? Я думаю, что все-таки про деньги вы думали, наверное, все-таки вы лукавились. Я думаю, что для вас любовь и для любовь для Яны это немножко разные понятия. Нет, 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 для меня, для всех любовь, для всех нормальных людей, любовь выглядит одинаково. Но в большей степени все-таки он взрослый. Вам богатый кошелек был нужен? Я сама. Скажите, вот такие фотографии, как вы на сайте знакомств поместили, это как на сайте интимных услуг. Поэтому кто на вас мог клюнуть? Кто на вас мог клюнуть? Скажите, почему вы не полюбили нашего русского из Таврополя парня какого-нибудь? Вам нужны были деньги. Ну скажите честно, деньги. Я хочу заступиться за девушку только по одной простой причине. Влюбилась, может быть, да, польстила то, что богатый, обеспеченный мужчина. Может быть, не видела она таких ухаживаний, но ничего такого там нет. Я думаю, каждая здесь женщина мечтала бы хоть чуточку получить того, что получала она. Но сейчас речь не об этом. Сейчас она прощит защиты даже не для себя, а для ребенка. Он угрожает ребенку. Давайте послушаем самого Харальда Карха, который сегодня прилетел на эту программу, чтобы с глазу на глаз поговорить с Яной. Он готов к диалогу. Встречаем швейстарского миллионера. Добрый вечер. Добрый вечер, Яна. Добрый вечер. Мы слышали первую часть рассказа. Я все-таки хочу понять, почему вы пугаете Яну и почему каждый месяц вы приезжаете сюда и пытаетесь забрать ребенка обратно в Швейцарию. Хорошо. Почти, спасибо за то, что у меня есть возможность прояснить ситуацию. Я никогда не угрожал Яне. И не было никаких обсуждений о том, что я заберу ребенка у нее. И она обвиняет меня в том, что я избиваю ее. Но это не так. Простите, пожалуйста, я перебью. Есть акт медицинского обследования, несение телесных повреждений. То, о чем он сейчас говорит, это полная чушь. Это полное вранье. Яна, скажите, а это было доказано в суде, что вас избивают? Акт медицинского свидетельства в Ставрополе? В Ставрополе. Прокуратурой... Можно я поясню? Прокуратурой... Меня интересует конечный акт. Был отказ в возбуждении уголовного? Да, у меня целая стаба этих отказов. Пожалуйста, да. Они не приняли никакую из вашей лжи. И есть доказательства того, что то, что вы говорите, это ложь от а до я. Вы говорите, что я украл ваш ноутбук, но это был мой ноутбук. И вы в интернете заблокировали, в вашем блоге в интернете, вы пишете, что я украл вам. Вы знаете, вот руку, он говорит о том, что повредили ему руку. Руку при каких обстоятельствах? Бывший ФСБ генерал Северо-Кавказского региона. Как можно разговаривать с человеком? Давайте тогда все-таки от руки вернемся к моменту знакомства. Как вы познакомились? Если ноутбук ему жалко, то вообще что он поднялся? Это не только ноутбук, это деньги, это золотые украшения, это телефон. Какие золотые украшения? Ноутбуком дали попользоваться. Вы не сказали, что он ничего не говорило. Да при чем беседа? Абсолютно ничего. Нам сказали, что вы не подарили ни одного украшения за время свадьбы, знакомства и ухаживания. Смотрите, когда я сделал ей предложение, я подарил ей Порш-911. Который он оформил на себя и на котором он ездил. Вот и сейчас он ездит на этой машине. То есть Порш-Каен, который был... Он купил себе. Он его купил себе. Нет документов доказывает то, что он принадлежит мне. Для себя? Нет, а теперь мы не о деньгах говорим. Да мне не нужен твой Порш. Я тебе и об этом говорила с самого начала. Мне не нужна блаженство Швейцарии. Я говорю, что я спокойно живу и счастлива в Ставрополье. Что я обеспеченный человек... Простите меня, пожалуйста. Я не претендую на твое имущество. Ты претендуешь на мое имущество. У меня достаточно денег... У тебя хватает денег на то, чтобы обманывать мужчин в интернете. Ты пишешь, я Юлия из Ставрополя. А можно вопрос? То есть Юлия профессиональная разводчица, считаете вы? А скажите, пожалуйста, анкета сейчас есть в интернете? Сейчас, Юлия, есть ваша анкета сейчас на сайте знакомств? Нет, конечно. Что, сейчас есть анкета? Да, конечно, у нее столько анкет. У меня есть доказательства. Сотни анкета. Вот такой вы увидели, Юлия? Эти фотографии... Нет, нет, нет. Эти фотографии были украдены. Слушайте, если она профессиональная разводчица, зачем вы сюда тогда приехали? Объясните мне. Давайте езжайте, до свидания. Давайте до свидания, езжайте в свою Швейцарию вообще отсюда. А если она разводчица, зачем она разводча? Больше здесь свой нос не показывайте. Это не включено. Да, разводчица. Давайте послушаем, что говорит. Говорил Харольд до начала программы. Внимание. Яна переспала со мной в первую же ночь. Хотя я совершенно не рассчитывал на это. Я заказал комнату себе в очень хорошем отеле недалеко от озера. И отдельную комнату для нее. Ну, просто на всякий случай, если ей захочется пойти в эту отдельную комнату. И после четырех-пяти часов общения и двух бутылок шампанского, ей не понадобилась эта отдельная комната. Провели ночь сразу вместе. Я подумал, если она так легко согласилась переспать со мной, значит, она может это сделать и с любым другим мужчиной. Я, конечно, удивился, но, будучи оптимистом, решил, а может быть, она влюбилась. А потом я понял, что билет из Ставрополя в Милан не зря стоит четыре с половиной тысячи евро. Ведь стоимость билета она включила и свою стоимость. Как-то однажды, уже будучи женат на Яне, я решил вбить ее имя и фамилию в поисковик в интернете. И нашел более 20 сайтов, анкет, где она предлагает себя мужчинам. Как оказалось, до меня Яна уже ездила в Европу, в Германию, во Францию и встречалась с мужчинами за деньги. Вот такие фотографии были размещены у Яны на сайтах знакомств. Ну, я хочу сказать, что здесь, конечно, интервью прозвала бурное, бурное негодование зала. Не, я считаю, что в любом случае это не по-мужски. Вот это все-таки, это все-таки жена, пускай даже бывшая. У кого какая разница, когда она переспала? Да, и вот прям в первый день она со мной переспала, но это немножко мистка. Это не по-мужски, вы говорите на всю Россию, это ее право. Андрей. Да, Николай. Значит, на лицо она вас не любит. У русских обычно, когда это происходит, мужик настоящий берет чемодан и уходит чемоданом, оставляя все жене. Это Италия. Поэтому в этой ситуации и с другой стороны по-хорошему, по-доброму надо договориться и помогать поднимать дочь. Время пройдет 15-20 лет и время все покажет, как быть дальше. Мы обязаны ее защитить, а вы должны остаться мужчиной. Мужчиной. Могу я сказать что-то? Итак, во-первых, ситуация абсолютно отчаянная. Это не впервые, когда она так поступает. Она во второй раз замужем. Она как рыба переплывает от мужа к мужу. Это то, что я понял. И я здесь не ради нее. Я здесь ради своей дочери. Не ради нее. Абсолютно. Вы старый извращенец просто, который сам лазит по сайтам, сам ищет девочек, разводит их 4 часа на секс, а потом делает ей мозг, делает ей ребенка и портит ей всю жизнь. Андрей, Андрей, Андрей. Нет, давайте с уважением относиться до... Простите меня, пожалуйста, простите за то, что говорят гости. У девочки гражданство России? А у девочки, на самом деле, немецкое гражданство, она право на проживание в Швейцарии и также российское гражданство. У ребенка нет. То есть есть немецкое гражданство? Есть немецкое. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу далее в нашей программе. Мама Яны, как она отреагировала на появление в жизни дочери миллионера из Швейцарии после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» с новым программой сегодня миллионеры из Швейцарии. Два года назад романтическое знакомство с немецким миллионером Харальдом Кархом в Милане перевернуло всю жизнь молодой Яны Барнаш из Ставрополя. На дорогом автомобиле, вот, он был очень солидно одет. Ну и, естественно, ухаживал очень красиво. Дорогие рестораны, подарки. Через полгода после знакомства Харальд сделал Яне предложение, и она, не раздумывая, покинула родную страну и уехала к любимому Швейцарию. Но жизнь с немецким мужем-миллионером оказалась далеко не сказочной. Он бил в живот в то время, когда я носила его ребенка под своим сердцем. Он не щадил, я не знала спасения в этот момент. Яна сбежала домой в Россию и вынуждена скрываться от богатого мужа, который угрожает забрать себе их общего ребенка. Я заберу свою дочку в Швейцарию. Я не хочу, чтобы она росла здесь, в нищете. Давайте мы сейчас пригласим в студию маму Яны, Светлану Павловну. Как она отреагировала на появление в жизни дочери миллионера из Швейцарии? Почему сегодня она считает, что ему нельзя приближаться на пушечный выстрел к ребенку? Добрый вечер, Андрей. Андрей, я в эту студию приехала только с одним обращением защитить мою внучку от вот этого гражданина, который опасен. Просто опасен, психически ненормальный. Светлана Павловна, вы были знакомы вот с Харольдом до того, как брак был зарегистрирован? Нет, я не была с ним знакома. То есть вы видели вот тот... Я первый раз его увидела после того, как моя дочь приехала на первом месяце беременности, избитая им. А до этого она что говорила? До этого все было нормально? Он отказывался приезжать и отказывался знакомиться. Он говорит, что мне это неинтересно, я очень занят, зачем я буду приезжать? Давайте послушаем, что для Харольда все-таки это была любовь. И вот как он рассказывает об этом. Внимание. Мы очень много вместе путешествовали. Вот мы в Швейцарии на отдыхе. Скажите, разве Яна похожа на женщину, которую муж начал избивать сразу же после свадьбы? Я думаю, что беременные женщины, которых избивает муж, не радуются жизни так, как она. Вот дата, 6 июня 2012 год. Моя жена дома спокойная, разговаривает со мной, улыбается. Моя жена дома спокойная, разговаривает со мной. Он маньяк, по-моему. Но здесь вы или счастливая девочка? Дело в том, что налицо проблема. Он не ожидал, что девушка, будучи беременной, очень часто мужчины считают, что если женщина беременна от него, то можно с ней вести себя как угодно. Она никуда не денется. А девушка сделала этот отчаянный шаг, плюнула на эти миллионы. А ему ничего не остается сейчас сказать миру, что какая она а-та-та плохая, она переспала с ним в первый день. И какая она плохая, она познакомилась с ним на сайте знакомств. Вся Россия сейчас знакомится на сайтах знакомств, потому что люди, у которых ограничены контакты, они могут это сделать именно там. Хорошо. Если бы он не любил Яну, он бы не поехал за ней в Ставрополь, когда она уехала. Правильно? Он не поэтому приезжал. Он поехал за своего чувства амбициозности, что его бросили, его оставили. Итак, хорошо, он приезжает в Ставрополь, встречается с вами, как я понимаю. Была встреча, да, когда Яна ждет ребенка? Мама. Да, он как раз приехал, чтобы попросить прощения, что он такого больше делать не будет. Вы поверили? Он плакал, он практически валялся в ногах, да, вот, что я больше этого делать не буду, простите, вот без попута. Вот я люблю вашу дочь, дайте мне последний шанс, вот, клялся, обожился последним, вот, все. Я понимаю, да, ребенок, естественно, я хочу... Все ложь, как можно слушать это? Это абсолютно невероятная ложь. Если вы меня верно, есть свидетель этого, есть участковый, который приходил на помощь, есть участковый, видишь? Зачем, зачем ей это надо? Как полицейские, я здесь в России, я вот сижу здесь, я каждый день летаю в Ставрополь. Это единственная фотография моей беременности. Это единственная фотография моей беременности. Одну секунду. Я сделал это, дочери, дочери, вы, ты врешь. Одну секунду. Где хоть одно доказательство? Одну секунду, то есть вы нам сказали, что ты сбежала на первом месте, а здесь, на шестом, ты уже в Дубае снова есть. Я поясняю, если мне дадут сказать, я поясню. Что это, что это за город на фотографии? На первом месте беременности он меня сбыл до такой степени, что я просто ползала по полу, я просила, умоляла о помощи. То есть он меня выкидывал голой из номера, вот, вот там вот выход, голой выкидывал из номера в холл. Да, вот я тебя проучу, я тебя накажу. Я удалось, мне удалось уехать. Вот потом говорится, что он приехал за мной. Когда это происходило? Он приехал за мной. Что это за город? Он приехал за мной в семью, говорит, да, действительно. То есть на первом месяце ты уезжаешь, он возвращается, плачет перед мамой, мама прощает, и вы возвращаетесь обратно в Швейцарию. И на шестом вы едете в Дубай, и в Дубае продолжаются эти избилия. Нет, нет, потом у меня сразу он забирает документы, он закрывает их в сейфе, то есть уехать я не могу. А в какую секунду он вас бьет, на каком месяце, не могу понять. Когда, где это было, расскажите. Когда это было? Она в самом начале говорила мне. Она сказала, не надо тебе видеть мою мать, потому что она больна. Понимаете, что изначально было не сказано. Также ее первый муж, она говорила, я не хочу... У меня был вопрос, могу ли я договориться с этим человеком? Нормально поговорить? Этого невозможно. Это в студии, он сейчас ограничивает возможности. Через пять минут он бы напал на меня, он меня избил. Я еще раз повторяю, есть несколько актов медицинского обследования. Но вы возвращались к нему. Это было уже в России после рождения ребенка. Это уже жизнь превратилась буквально в ад. Когда он приезжал... Ах, это в России случилось. Так в чем проблема тогда в России? Почему нельзя в механскую полицию пойти и сказать, меня побили, пожалуйста, уведите его, закройте его? У нас иногда вот так вот складывается, что не всегда женщина, которую обидели, может понести, как бы, ну что, закон может ее защитить. Потому что очень много мужчин, которые могут делать все, чтобы остаться безнаказанными. Поэтому я вас, как бы, очень понимаю и сочувствую то, что как вообще мужчина, отец, ребенка может избивать мать. Ну это просто, это уму непостижимо. Да как можно верить в то, что она говорит? Все, что она говорит, она убегает из Швейцарии после того, как она вышла замуж. Вот то, что она написала в интернете. Можно легко доказать, когда она убегала из Швейцарии, она убегала в Оман. Скажите, она уберегала в Оман. Тогда чего она добивается? Скажите, пожалуйста, tell me, чего она добивается всем этим? Она, она поняла, что я, и она хочет, чтобы я дал ей 500 тысяч рублей на то, чтобы она могла купить новую квартиру. А я говорю, новая квартира не стоит 500 тысяч, это как минимум 2 миллиона 500 тысяч. И вот, что ей надо было. После 9 июля я сказал, сначала мы отправимся в Швейцарию назад и посмотрим. Да, да, и вы покраснели, потому что вы врете. И вот, где был конец наших отношений. А скажите, а у вас какой бизнес вообще? Я имею в виду инвестиции. Инвестиционный банкир. Нормальный банкир. Наверное, реально на Западе такие люди получают... Ну, можно себе придумать обязательно что-нибудь, да. А проверить как... Ну, вы знаете, придумывать у нас могут... Вы поймете... Нет, то есть, по версии Харальда сейчас новый поворот, да, что вы захотели первым развестись с Яной, а не Яна вас бросила, да? Да, именно, потому что я сказал ей, я не вижу никакого будущего. То, как она себя ведет, я даю все. Надо понимать, что у нас общая дочь и после свадьбы, три месяца спустя, по крайней мере, с моей стороны, я был полон любви. Нет, шесть... очень сладкий ребенок, конечно, и в... У меня тоже вопрос, Харль Двуна. У него есть уже ребенок, ребенку 26 лет. В воспитании никакого участия он не принимает. Он не был женат. Но у него, спросите, у него есть сын. У него есть ребенок. У вас есть ребенок? Неоднократно. Да, это так. Он просил о помощи, о материальной помощи, но он ему отказывал. Ребенок ему этот не нужен. То же самое произойдет и с этой бедной девочкой. А вы знакомы с его сыном, да? Да, я знакома с его сыном, когда он просил денег у отца. И отец не дал. Отец не дал. Мальчик говорит, что у него их нет. Отец говорил. Это менталитет Запада. Мальчик говорил, мне папа кушать нечем. Папа, мне жизнь нет. Папа, меня вызнали из дома. Это просто смешно. Дай мне, пожалуйста, денег. Мне нечем заплатить за сессию. Папа сказал, нет, я тебе денег не дам. Мне не самому. Давайте посмотрим на Шарлотт-Марии, как она сейчас живет в Ставрополе. Внимание. Хочется достать, верно, холодная тычевая. Да? Ой-ой-ой-ой. Как красиво, правда? Папа-папа. Папа-папа-папа-папа. Все, все, все. Закончен концерт. Шарлотти. Папа, она ищет своего отца. Сейчас мы сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе помощник и переводчик Харольда в России, который видит, как полгода он страдает без дочери. И уверена, что Яне нужны только швейцарские франки. После рекламы. Спасибо, что не переключаете. В эфире «Пусть говорят» тема программы сегодня «Миллионеры» из Швейцарии. Два года назад романтическое знакомство с немецким миллионером Харольдом Кархом в Милане перевернуло всю жизнь молодой Яны Барнаш из Ставрополя. На дорогом автомобиле. Вот, он был очень солидно одет. Ну и, естественно, ухаживал очень красиво. Дорогие рестораны, подарки. Через полгода после знакомства Харольд сделал Яне предложение, и она, не раздумывая, покинула родную страну и уехала к любимому Швейцарию. Но жизнь с немецким мужем-миллионером оказалась далеко не сказочной. Он бил в живот в то время, когда я носила его ребенка под своим сердцем. Он не щадил. Я не знала спасения в этот момент. Яна сбежала домой в Россию и вынуждена скрываться от богатого мужа, который угрожает забрать себе их общего ребенка. Я заберу свою дочку в Швейцарию. Я не хочу, чтобы она росла здесь, в нищете. Во время рекламы к нам присоединилась Яна Чепрасова, личный переводчик Харольда Харха здесь, в России. Она видит, как он уже полгода страдает без дочери. Добрый вечер, здравствуйте. Яна, итак, мы уже запутались, на чьей стороне здесь правда и кто что хочет в этой истории. Вот ваша версия, взгляд со стороны. Ну, во-первых, так как я работаю переводчиком, я не имею права на собственное мнение. Я слышу это имя уже не один раз. Человек не просто переводит, она просто вводит его. В отдел образования, органы опеки, попечительства, в милиции расскажет какие-то невероятные истории. Она же его поможет. Она переводчик. Яна, расскажите вашу точку зрения, пожалуйста, давайте послушаем героиню. Мне очень интересно, что мое имя на слуху госпожа Парнаш. Я работаю с Харольдом с лета этого года по деловым контактам, которые у него есть в городе Ставрополь, в Ставропольском крае. И когда не соврать... Вот она и цель, для которой он приезжал. Нет, могу я... Не сбивайте, не сбивайте. Могу я сказать, цель, с которой он приезжал, не навещать ребенка для налаживания отношений, деловых отношений. Для этого я знакомила его со своими знакомыми, потому что у него не было работы, у него не было средств. Для этого я выступала в качестве переводчика, ему помогала. Он на ваши средства приезжал в Россию. Как это миллионер без средств, скажите? Вот так вот. Я неоднократно покупала ему билеты. Он на ваши средства приезжал в Россию. И вот за 100 тысячами долларов в Ставрополь просто смешно. Действительно, госпожа Парнаш говорит, что я сопровождала Гарольда. Извините, в последний раз он украл у меня 450 тысяч рублей, из которых он потратил на билеты. Естественно, доплатил взятку. Дайте я заслушаю героиню, пожалуйста, простите, Яна. Нет, ничего страшного, привычно. Дело в том, что я действительно сопровождала Гарольда в отдел образования. Мы обращались за консультацией, каким образом можно будет проверить или каким-то образом защитить интересы ребенка. Кроме того, я прочла два заявления, естественно, в присутствии Гарольда и адвоката. Я переводила просто одно одному, другое другому. Заявление Гарольда в швейцарский суд, где зарегистрирован его брак, с просьбой о разводе. Это достаточно толстый документ. Там и финансовые какие-то положения есть, подтверждающие его материальное положение, его просьба об опеке на дочери, ну и так далее. Не соврать бы, это было датировано серединой августа. На что позже, значительно, возможно, недели через две, было заявление, я видела его лично, госпожа Барнаш, в суд города Михайловска, копия которого есть у Гарольда на русском языке, который практически слово в слово повторяет ту статью, которая опубликована в газете. Единственное, ну, меня, конечно, очень удивил пункт о том, что он безработный, не имеет средств к существованию. А, во-вторых, сумма, которую он якобы украл, на тот момент равнялась 400 тысячам рублей. 50, да? Нет, 400 там было. Ну, я помню этот документ, и, насколько я понимаю, у Гарольда есть его копия сетчатой. Еще 50 тысяч в жизни не делала такую сумму. Вы знаете, иск о разводе определения? То есть, вы хотите, одну секунду, чтобы допонял героиню ее мысль. Вы хотите сказать, что как только героиня узнала о разводе, она... Да, иск подала я вообще в Шпаковский районный суд. Иск о разводе определения места жительства ребенка до него. То есть, ты первая стала... Я первая подала, я отправила ему копии... Я подала ему, обтравила ему документы, за которыми он не пришел. Вы разведены сейчас? Сейчас нет. Я подаю третий раз. Он выкрал оригиналы документов. Мои паспорта... Если вы хотите развестись, она хочет развестись. Что мешает вам разойти на корабле? Он выкрал. Он выкрал мой паспорт. Он выкрал все оригиналы документов. У меня уже есть документы в Швейцарии. Я общаюсь по поводу опеки. И я хочу понять, какая правильная процедура, чтобы осуществить развод и получить права на свою дочь. Потому что это, определенно, это плохой человек. Больной человек, который плохо обняет. от твоего ребенка. Когда ты гулял, одевал, обувал. Хараль, 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 вас волен зи? Я хочу, чтобы моя дочь из этой миссеры, из этого елента, от этого елента, от этого елента. Сначала он пришел, сказал, что он не хочет забирать у меня ребенка. Теперь он говорит, что он хочет его забрать. Понимаете? Вот с этого всего и начинается. Нет, 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 нет. Гои с Россией. Можете сказать? Я обговорил с женщиной из Чайкарии. Я обсуждал это. Я сказал, я не чужой человек. Я уважаю ее право. Я понимаю, что она мать, она биологическая мама. Она должна видеть свою дочь. Но, в конце концов, она не может жить в таком ужасном окружении. Ставрополь, это вот какой-то клапка. Понимаете? И вся Россия какая-то клапка для этого человека. Тараль, теперь я по-русски скажу. Он просто-напросто. Тараль, Россия, Тараль, Россия самой богатой страной в мире. Милосердием, состраданием и прийти на помощь. В обиду мы ее не дадим. Хочешь, чтобы хорошо жили? Хочешь, что он лучше не воспитать. Договор заставь. Ничего не нужно от этого человека. Инвестиции вложить. У нее плохо, потому что у нее маленькая квартира. И я... Это полная чушь. У меня из органов опеки и побечительства. Пожалуйста, дайте мне договорить. Я не могу переключать этого человека. Я хочу сохранить право, приходить, видеть ее каждый день, когда она хочет. Но нам нужно, чтобы дочь уехала оттуда из этой ужасной квартиры. Какой квартир? Давайте послушаем подругу Яны. Подруга Яны выходит с нами на связь по скайпу. Снежана Тимофеева из Бельгии. Она знает все приключения своей подруги в Швейцарии. И, как я понимаю, Яна жила какое-то время у нее в Бельгии даже. Здравствуйте. Вы были свидетельницей на свадьбе. Это не так? Да, вы видели это по фотографиям. Здравствуйте. Какое впечатление на вас произвел Харальд? В тот момент, естественно, этот человек произвел на меня очень положительное впечатление. Я не могу отрицать этого. И, как бы, Яна была очень счастлива в тот момент. Расскажите о том случае, когда Яна жила у вас в Бельгии. Что произошло? В сентябре прошлого года Яна позвонила мне вся в слезах и сказала, что Харальд избил меня и Шарлот на улице в Германии. И что она сейчас находится в больнице. У нее не было ни денег, ничего. То есть она пробыла в больнице с Шарлот для оказания помощи, потому что она переживала за ребенка. В течение, в районе двух дней, наверное, там была и полиция, и все, Харальд приехал и забрал ребенка, потому что он отец, он гражданин Германии, он имел право. Она там была просто-напросто никто, и защитить ее никто не мог. Он увез ее просто в неизвестном направлении. Она осталась там стоять на порожках этого госпиталя, звоня мне в слезах. Что делать, я не знаю. Что делать, что будет с ребенком, я не знаю. Я говорю, вот давай купим билет, если у тебя есть деньги на билет, садись на поезд и приезжай ко мне, и непосредственно от меня будем думать, что, как и дальше делать. То есть в течение семи часов она доехала до меня. Что бы вы сейчас посоветовали героям? Вы знаете их. У меня ощущение, что им нужно просто развестись и как-то уже дальше... Я, не знаю, призываю просто-напросто Харальда и Яну, чтобы они нашли общий язык между собой, чтобы Харальд ее просто оставил в покое. Если он хочет счастья для своего ребенка, просто помогал своему ребенку. Отпусти Харальд Яну, просто отпусти ее, пусть она начнет свою жизнь сначала. Ты начнешь свою жизнь сначала. Вы не любите друг друга, и нет этой любви. У вас есть ребенок, это то, что вас связывает. Хорошо, Яна, какая сумма в месяц от Харальда тебя бы устроила, чтобы вот в качестве алиментов? Мне ничего не нужно. Ничего от него. Я уже поясняла, что мы обеспеченные люди. Вы представляете, какая нерависть, что даже ничего не нужно от такого мужчины? Я вообще призываю наших девушек российских не выходить замуж за иностранцев. Мы со своими не можем разобраться. Боже мой. Все, что я хочу. Я хочу вас призвать к мужскому достоинству. Я понимаю ваши обиды, они у каждого свои, у каждого есть своя правда. Но для того, чтобы спасти вашего красивого ребенка, которая просто как кукла, как кукла из сказки, найдите компромисс ради ее счастья. Оставьте их в покое. Просто дайте жить ребенку в счастье и в согласии. Вот честно, как мужчина. Я понимаю, что менталитет разный у нас, у российских. Вот сейчас, как на духу. Ты хоть раз... Нет, ты хоть раз прикладывал свою руку к силой своей бывшей жене. Хоть раз трогал ее. Не в ни разу. Это честно? Честно. Есть документы. Есть наш медицинский обследование. Девушка, а Яночка сказала... Вы знаешь, мы не с улицы пришедшие. Да, мы не с улицы пришедшие. У меня есть документы. Я могу вам рассказать их. Документ это только медицинское освидетельство. Могу я взять документы? Подождите. А что у вас за странный укус на руке? Посмотрите, у него следы от зубов, по-моему, на запястье. Сто штук в день. Пожалуйста, запросите в Шпаковском ОВД. Я вам еще раз повторяю. Есть ли какое-нибудь судебное решение о вине? Есть. Он признан виновным. Я вам еще раз поясняю. Прокуратура обжаловала все отказы возбуждения уголовного дела. 10 июля случилось у нас такое, что он меня избивает в коридоре, прокусывает мне руку. Есть свидетели этого соседей. Девочки, простите меня, пожалуйста, мы живем в современном мире. У вас что, нет мобильного телефона снять? Фотографии? Все фиксируется? Все тут же снимается? Андрей, Андрей, это все есть. Нет акт медицинского освидетельства. Это все зафиксировано. Зачем не акт? Мне нужны фотографии и доказательства. Пожалуйста, если сейчас вынесут, у меня есть все. У нас есть фотографии? Фотографии нет. У нас есть акт медицинского обследования. Мы вам говорят, что эти акты можно писать по 100 в день, за 10 рублей пишут в любом месте. Нет, извините, нет. Нет, сейчас все очень сложно. Мы с этими делами связываемся по сей, да? Андрей, это проверяется, опрашиваются врачи. Все это делается. И даже карточку... Его там защищает его государство. А здесь он тоже гражданин Германии, и с ним никто не хочет связываться. Правильно, это совершенно верно. Вот это очень стыдно. Я считаю, что мы должны защищать не судьбу наших девочек, которые размещают свои анкеты по интернету и за 4 500 едут в Милан, а судьбу детей. Судьбу детей, понимаете? Девочки сами разберутся. Свои ценники... Он оплачивает мне какую-то поездку. Это он говорит, что он что-то оплачивал. Ничего не оплачивал. Это полное вранье. То, что он сидит, сейчас говорит. Все приезды, которые... Колясо, детское семейное, вся одежда, все игрушки. Все, все купил. У меня есть подруга, которая может подтвердить, что она покупает одежду, игрушки и высылает их мне. Не он просит, прошу я. Все купил. Она неоднократно покупала. Мы видим, как мы... Это Снежана? Снежана! Снежана, вы нас слышите? Да, да, я вас слышу. Дайте нам, Снежану, в кадр. Кто купил желтую коляску? Честно только, скажите. Какой кошмар! Вопрос, кто купил желтую коляску? Вот эта коляска единственное, что он купил. Это единственное, что он купил. Все! Ага, вот так. Куритет Запада, они с каждой копейку раскидывают. Это какой-то опасно. Ага, то есть это единственное, что я купил. Детское сидение. Только, господи, прошу. Он писал заявление в милицию о том, что он хочет, чтобы ему вернули детскую коляску, игрушки, вещи. Весь заявление. Мне звонил учитель. Ну, это немецкая, понимаете... Коптичность! А при чем тут коляска? Это же ребенку. Пунктуальность, скажем так, назовем это. Часть на коляске. Давайте мы сейчас сделаем здесь еще одну короткую рекламу, а сразу после этого хочу пригласить в студию еще одну героиню. Племянницу известного режиссера Андрея Тарковского Екатерину, у которой муж 10 лет назад украл детей. Как сложилась ее история спустя годы после рекламы. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Всем эфиры сегодня «Миллионеры Швейцарии». В центре внимания история Яны из Ставрополя, которая сбежала от швейцарского миллионера к себе на родину обратно в родной город и утверждает, что швейцарский бизнесмен избивал и унижал ее все время в браке. Ну а прежде, чем вернуться к обсуждению этой истории, хочу пригласить нам еще одну героиню, которая 5 лет назад была гостей этой программы. Это Екатерина Тарковская, у которой муж украл двоих детей тоже в Германии. Внимание. Актриса Екатерина Тарковская начала сниматься, когда ей исполнилось 10 лет. Он говорил, что вы самая лучшая баба в мире. У меня должен быть отец. Племянницу знаменитого русского режиссера ждала большое актерское будущее. Ты что, недовольна, что я приехала? Господи, как же ты похожа на свою мать. Но на звездной карьере Екатерине Тарковской пришлось поставить крест. 5 лет назад муж актрисы, немецкий бизнесмен русского происхождения, выкрал у нее детей и скрылся с ними в неизвестном направлении. Как получилось, что вы до протяжения 5 лет не знаете, где ваши дети и вообще живы ли они? У меня просто нету никакой возможности узнать, где они. Потому что Игорь Ясинявский, мой муж, взял двоих детей и просто исчез из Мюнхена. Сегодня спустя 5 лет Екатерина Тарковская снова в этой студии. Встречаем ее. Как прокомментирует она сегодняшнюю историю? Что изменилось в ее жизни за последние 5 лет после эфира? Ну и начнем с вашей историей. Очень хочется узнать, что изменилось за последние 5 лет. Ну у нас за последние 5 лет ничего не изменилось. То есть за 5 лет ни одного сообщения, ни одной информации о детях и неизвестно, где находится муж? Нет, нет. Так ничего и не изменилось. Но мальчикам сейчас должно быть уже сколько? Мальчикам Миша 14, в феврале будет 15, а Андрею исполнилось 13 в июле. Но в мире, когда есть социальные сети, нигде никто не зарегистрирован и нигде никто не значится? Ну я все время просматриваю, но я их не вижу нигде. Ну это сложно поверить, что... Я сама в это не верю. Но вот такая ситуация сложилась и родители его не реагируют. На меня уже очень давно. Но родители живут здесь, в России? Нет, его родители живут в Мюнхене. Но они не берут трубку и вешают трубку, и у нас никакой связи нет. Понятно, что вы подключали тоже наверняка уже разные контакты. Ну конечно, да, мы подключали и знакомых, но просто сразу отец моих детей, он сразу отсек всех знакомых, которые были на моей стороне, а его знакомые не разговаривают со мной. Но вот два года назад у нас, у меня появилась возможность через одного человека передавать ему письма по электронной почте, и я ему написала около пяти писем, но ни на одно он не ответил, аргументируя тем, что я знаю, где находятся дети, и сама ничего не хочу. Какой совет вы можете дать нашей героине? Ну, во-первых, я в этой ситуации не вижу выигрыша, я вижу только разные степени проигрыша. Единственное, что мне приходит... Слышь, 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 Слышь. Единственное, что мне приходит в голову, может быть, я сейчас скажу крамолу, но вам нужно оставить их в покое. Ребенок должен жить с матерью в любом случае. Я в этой ситуации уже 10 лет, и так получилось, что моих детей увезли из Германии в Ригу, а потом неизвестно куда, когда я была в России. И у меня не было ни единого шанса на самом деле в этой ситуации выиграть. Полтора года я на это положила. Вы нашли Андрей. Нет, я не нашла, но я просто прошу вас, оставьте их в покое, потому что это... даже если вы увезете ребенка к себе, вам не будет ни одного дня покоя. Может быть, вы сможете посылать им тысячу евро, и это будет подтверждением тем, что вы заботитесь о ребенке, и когда этот ребенок вырастет, вы наладите с ним контакты. Это единственный выход. У вас не будет... у вас нет другого выхода. Давайте мы обратимся, все-таки, используя популярность передачи, да, еще раз. Можно показать фотографии Миши и Андрея? Но это им здесь вообще сколько лет, да? Это уже понятно, что они выросли и уже могли измениться. Они какую фамилию носили? Они Ясинявские. Михаил и Андрей Ясинявские. Кто знает о месте нахождения вот этих двух подростков, Миши и Андрея Ясинявских, можете обратиться к нам в редакцию 617-76-28. Я очень надеюсь, что уважаемые наши эксперты возьмут ситуацию под контроль и сделают суд... Если вы еще хоть раз пальцем тронете Яну, имейте в виду, здесь, в России, вы окажетесь за решеткой. Вам это... Дорогие девушки, пожалуйста, будьте осторожны в выборе иностранных мужей. На сегодня все. Берегите себя и свои близкие. Ваши местные права, наши подразделения.